Вы смотрите новости на телеканале Север о главных событиях дня. Расскажу вам я, Ирина Цепитова. Дело о строительстве пристройки к главному корпусу окружной больницы наконец сдвинулось с мертвой точки. Процесс пошел. Проект уже разрабатывается, на это потратят 8 месяцев. Дальше непосредственно возведение объекта. Но сомнительные моменты все же остаются. Например, сможет ли Наринмарстрой расплатиться за создание проектной документации? Ведь предприятие сейчас в сложном финансовом положении. А за программу нужно отдать 11 миллионов рублей. Новый корпус для медиков в любом случае нужен. Они его ждут, как и прочми пациенты. Репортаж Олега Хатензейского. Терапевтическое отделение Ненецкой окружной больницы рассчитано на 75 ковек. Но для целого города этого, конечно же, мало. Сейчас здесь проходит лечение больше 80 пациентов. Итог очевиден. Люди лежат прямо в коридорах. Этот пациент нуждается в отдельной палате. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Но перевести в нормальные условия больного не могут. Некуда. Мини-кабинет интенсивной терапии медики организовали прямо в коридоре. Он должен лежать, этот больной, в отдельной палате. Все палаты переполнены. В четырехместной лежат по шесть человек. Нарушение санитарных требований. Врачам на это приходится закрывать глаза. Они раньше времени выписывают тех, кто еще не долечился, чтобы принять тяжело больных. Каждый палатик такой, да. Катастрофически не хватает у нас неврологических медиц. Больные неврологического, профиля кардиологического, терапевтического. Сами пациенты уже давно не удивляются. Привыкли. Но с трудом врачам больные идут навстречу. Утятся в маленьких палатах и мечтают о новых условиях, чтобы места было побольше. У меня мама лежит в больнице. Вот такими больными очень тяжело ухожу. Когда нет условий никаких, когда они повернутся, не развернутся, куда-то посадить. Не отдельно же надо как-то. Очень тяжело. Главный корпус окружной больницы ввели эксплуатацию еще в 90-м. За 15 лет многое изменилось. Появились новые отделения. Потребовалось расширение площадей. О возведении пристройки в регионе заговорили в прошлом году, когда прокуратура в адрес медиков вынесла ряд предписаний о нарушении санитарных норм. Примерно был согласован с медиками набор помещений в пристройке. Родилась она тогда Г-образная, это общей площадью около 7 тысяч квадратных метров. Мы просто накидали ее в эскизе. Ну, это самый чистый рисунок. Но затем все переиграли. План будущей пристройки подкорректировали. Теперь ее площадь должна составить почти 4 тысячи квадратных метров. Для сравнения, площадь больницы около 6 тысяч. Новое здание, согласно документам, хотят соединить с главным корпусом. Оно станет его продолжением. Четыре этажа, десятка кабинетов. Современные условия. Но... Проблемы у Наринмарстроя возникли еще на этапе подготовки проектной документации. Цена вопроса 10-11 миллионов рублей. Проплачена лишь небольшая сумма. Всего 1 миллион. Больше денег у предприятия пока нет. Наринмарстрой, поскольку целиком и полностью заинтересован в объекте, вот, объекте. То есть как бы мы взяли на себя и несем расходы. То есть понятно, что и средства в размере там 11 миллионов, они просто-напросто как бы разом из кармана не достанешь. Впрочем, работы уже ведутся, проект разрабатывается. Отчет пошел. Через 8 месяцев он будет готов. Дальше необходимо проработать финансовую схему, найти инвесторов. Возможно, это будут нефтяники и начать строительство. Новую пристройку оценили примерно в 700 миллионов рублей. На ваш взгляд, когда начнется строительство? На мой взгляд, значит, строительство начнется, ну, не раньше конца 15-го года. Я думаю, что ориентировочно такое здание будет строиться не меньше двух лет. Казалось бы, все прозрачно и понятно, но это только на первый взгляд. Сложности были. Вот пример Наринмарстрой посчитал. Работы затянулись из-за того, что врачи подготовили неграмотное медико-техническое задание. В окружной больнице с доводами не согласились. По их мнению, они вообще не должны были этим заниматься. Есть в округе, допустим, департамент строительства и ЖКХ. Есть централизованный строй заказчик, который непосредственно занимается вот этими всеми вопросами капитального строительства. Наше учреждение здравоохранения, оно занимается непосредственно организацией медицинской помощи населению Нинского автономного округа. У меня нету, например, специалистов, допустим, которые могут заниматься строительством или курировать. Разрабатывать техническое задание, заниматься проектом, да и курировать все процессы действительно должен централизованный стройзаказчик. Они медики и не сотрудники Наринмарстроя, но на деле все наоборот. Почему не знают даже сами работники центстройзаказчика. Скажите, пожалуйста, централизованный стройзаказчик разрабатывает проект для пристройки к больнице окружной? Для пристройки к окружной больнице нет. А почему? Ну, потому что этим занимается, я так понял, что каким-то образом Наринмарстрой. У нас был такой объект, но потом отмена мероприятия. Однако это не так уже важно. Главное, что строительство начнется. Осталось определиться с землей и понять, за чей все же счет возведут новый объект. Ведь сумма значительная – больше полумиллиарда рублей. Если все пойдет по плану, то через три года врачи и пациенты отметят долгожданное новоселье. Проблема решится. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.